Раздвоение личности Раздвоение личности – расхожее выражение. Так мы называем людей, в которых как будто живет два человека. Доктор Джекил и мистер Хайт. Джек и Тайлер Дёрден. Девушка в первой половине менструального цикла. И она же во второй. Это неточное использование термина не только оскорбляет девчонок, но и смешивает абсолютно разные понятия и усложняет жизнь тем, кто действительно страдает редким заболеванием – диссоциативным расстройством идентичности. Давайте разберемся, что же это и каково жить с раздвоением личности. Ну, во-первых, многие будут считать тебя шизофреником. Так исторически сложилось, что раздвоение личности ошибочно ассоциируется с шизоидными заболеваниями. Но разные виды шизофрении вместе с маниями и депрессиями относятся к группе психотических расстройств, и все они в большей степени обусловлены генетически. А вот раздвоение личности или диссоциативное расстройство, впервые научно описанное в конце 19 века, не входит в психотическое семейство. Более того, это защитная реакция генетически здоровой психики. Появиться оно может в раннем детстве. Дело в том, что в младенчестве человек еще не знает, что такое «я», не обладая тем, что ученые называют идентичностью и унифицированной личностью. Это такие свойства психики, которые помогают осознавать нашу отдельность от мира, собственную уникальность, а позже характер и предпочтения. Мы постепенно получаем все это через опыт и общение. Строим свое «я» как конструктор. Но если ребенок заброшен и никто им не занимается, сборка конструктора может не произойти. И затем в момент сильного стресса такая нестабильная личность разделится. Первичное эго засыпает, оставляя новую личность отдуваться. Этот механизм помогает ребенку переживать травматические моменты и с возрастом он может неосознанно создавать новые и новые личности. У них будут свои характеры, любимые занятия и блюда, даже разный пол и возраст. Все они как разноцветные детали несобранного конструктора, каждая из которых решила додумать собственную модель. В общем, диссоциативное расстройство – удивительное явление, которое получается из сложного столкновения обстоятельств. Нужно богатое воображение, чтобы формировать личности, природная склонность к трансовым состояниям и лунатизму, чтобы выключать часть сознания и ходить во сне. И самая страшная причина – заброшенность в детстве и эпизоды насилия. В итоге повзрослевший ребенок делит свою жизнь с новыми личностями и очень мало контролирует то, что с ним происходит. Сами больные часто сравнивают переключение между личностями с вождением машины. Ты можешь быть за рулем и все контролировать, или можешь сидеть на пассажирском сидении, все видеть и как-то влиять на ситуацию. Также можешь сидеть сзади, частично понимать, что происходит, но никак не влиять. А бывает, что ты полностью засыпаешь и ничего не видишь, как будто едешь в багажнике. В худшие времена такой человек переключается от личности к личности, как телевизор с канала на канал. Это создает впечатление бреда и мнимого раздвоения, как у шизофреников, которые слышат голоса и говорят от их имени. Отличие в том, что шизофреники ощущают воображаемых друзей как постороннюю и чаще всего враждебную силу. А у диссоциативных больных личности стабильно находятся внутри головы и не призывают взрывать Манхэттен или прятаться от пришельцев. Шизофрения и другие психотические расстройства – признанные и неплохо изученные болезни. Их можно обнаружить с помощью томографии и лечить антипсихотиками и нейролептиками. А вот диссоциативное расстройство никак не проявляет себя на сканерах и не реагирует на медикаментозное лечение. Все, что хоть как-то помогает – длительная интегрирующая психотерапия. В связи с этим вокруг раздвоения личности много споров. Одни считают его не болезнью, а вариантом нормы, ключом к разгадке сознания и способом раскрыть наш потенциал. Например, освоить кучу языков и разных навыков. Другие называют его надуманным, ведь до 60-х годов случаи диссоциации были единичными. А после выхода книг «Три лица Евы и Сибил» о пациентах с расстройством идентичности, такие диагнозы стали исчисляться тысячами. Страшно представить, что будет после фильма «Сплит». Сегодня на YouTube можно найти множество видео, где подростки представляют публике свои личности. И в большинстве случаев они не внушают доверия. Но такие прецеденты, как история Билли Миллигана, собранные по показаниям врачей и свидетелей в книге Дэниела Киза, говорят, что порой маловероятное случается. Проблема в том, как распознать раздвоение личности, как вообще отличить истину «я» от мнимого. Ученые об этом спорят. А сам Билли прожил сложную жизнь и умер в одиночестве. Он знал, что диссоциативное расстройство – это когда тебя считают то шизофреником, то лжецом, и тебя нечем лечить. Однако сейчас ситуация исправляется. Просветительные организации вроде Time to Change защищают права с людей расстройством идентичности, рассказывают об успехах науки в этой области и учат общество не бояться и не завидовать тем, у кого «я» больше одного. Пожелаем им удачи! Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что вы думаете о теме в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!